Глава 3. В те дни в пустыню Иуды пришёл Йоханан Погружающий и стал проповедовать. Стих 1. Йоханан Погружающий, обычно называемый Иоанн Креститель. Имя Иоанн, как и множество его вариантов в других языках, Жан, Хуан, Джон, Ян, Иван, Джиован, происходит от еврейского Йоханан, что означает «Юда-эй-ва-эй», «Был добр», «Проявил благосклонность». Эндерический глагол «баптизэйн» очевидно является первообразное русского слова «баптист». Корень его означает «погружать», «вымачивать», «оконать в жидкость так, чтобы погружаемое принимало качество того, во что оно погружается». Например, одежда, выкраситель или кожа в дубильный раствор. Чтобы понять, какое значение здесь имеет слово «баптизэйн», нужно рассмотреть само еврейское понятие. Согласно Таре, прежде чем войти в скинию или храм, необходимо было пройти ритуал очищения. Утратить обрядовую чистоту можно было многими способами, главным же методом ее восстановления было омовение. Даже если наскоро просмотреть книгу «Левит» Вайкра, можно увидеть, что там очень часто упоминается об омовении. Одна из шести частей Талмуда, трактата «Ород» или же «Очищение» полностью посвящена этой теме. И хотя не существует более храма, еврейские женщины, соблюдающие традиции, проходят микву, ритуальное омовение в скобочках, по окончании каждого менструального цикла, проявляя послушание пятнадцатой главе книги Вайкра «Левит». Материагу, глава тринадцатая, четвертый стих. Человек, принимающий омовение, участвует в ритуале, смысл которого заключен в следующем. Омовение водой, освобождение от нечистоты плотской, символизирует восстановление чистоты обрядовой. Иоханан погружающий провозглашает новое значение старого ритуала погружения, т.е. очищение от грешного образа жизни. В наши дни обряд крещения или погружения в некоторых направлениях христианства не подразумевает полного погружения тела в воду, но заменяет его возлиянием или укроплением. Некоторые учителя Библии полагают, что в Новом Завете, по крайней мере, некоторые крещения проводились как укропление или возлияние, но не как полное погружение. В качестве доказательства своей точки зрения они приводят такие места, как Иезекииль, 36 глава, 25 стих, в скобочках послание к мессианским евреям, глава 10 стих 22, и Евангелие Луки, глава 3 стих 16, наряду с деяниями апостолов, глава 2 стихи 17 и 18, глава 10 стих 45. Различные баптистские деноминации возникли из движения 16-17 веков, придававшие особое значение полному погружению верующих и выступавшего против укропления или возлияния воды крещения на младенцев, которые не достигли того возраста, когда человек способен сознательно решиться стать христианином. Традиционный иудаизм развил собственную доктрину о христианском крещении. Может быть, по той причине, что от язычника, переходящего в иудаизм, требуется своего рода крещение, в скобочках полное, самостоятельное погружение в мигве, иудаизм традиционно воспринимал христианское крещение как момент, когда еврей отделяет себя от еврейского общества и принимает религию чуждую и даже враждебную иудаизму и еврейскому народу. Именно из-за этих ложных ассоциаций, возникающих у евреев со словом «крещение», в тексте ЕНЗ используется более точное, описательное название в кавычках «погружение». Второй стих. «Обратитесь от своих грехов к Богу, потому что близко от Царства Небес». Стих второй. «Обратитесь от своих грехов к Богу». В русской синодальной Библии в этом месте используется слово «пукайтесь». Однако люди, которые представляют возбужденного необразованного шарлатана, выкрикивающего в кавычках «пукайтесь» в толпу испуганных и таких же неграмотных людей, не смогут увидеть подлинный смысл, скрытый в этом слове. Чтобы выявить истинное значение слова «пукайтесь», я обратился к языкам оригиналам. Греческое слово «метануэто» происходит от слова «нус», то есть «разум», и обозначает «измени свое мышление, полностью измени свое сердце». Еврейская идея, лежащая в основе покаяния, выражается словом «тшува», то есть «поворот», «возвращение», которое в смысле религиозного поведения означает в кавычках «поворот» человека от его грехов и в кавычках «возвращение к Богу». Заметьте, что здесь присутствует не только «от», но и «к», так как отвернуться от своих грехов невозможно, если при этом не происходит обращение к Богу. Иначе человек лишь отворачивается от одного рода грехов к другому. Еврейское понимание покаяния в этом случае верное таково. Каждый человек должен покаяться, хотя для этого требуется Божья благодать. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся». Плач Иеремии, глава 5, стих 21. Евреи весьма мудро используют слово «балатшува» для описания человека, который в детстве рос без знания иудаизма, но позже принял ортодоксальный образ жизни. Буквальный перевод этого выражения – «хозяин покаяния», то есть человек, в кавычках «отвернувшийся от пути несоблюдения традиций и в кавычках «вернувшийся к служению Богу», так, как предписывает ортодоксальный иудаизм. «Я всем сердцем желаю, чтобы все евреи стали истинными Баалейтшува через Мессию Ешуа, а также чтобы все христиане были истинно покаявшимися людьми». Первое послание Йоханана, глава 1, стих 9. Проповедь Йоханана здесь похожа на проповедь Ешуа в главе 4, стихе 17, Евангелие Матитяо. Стих 2. ЦАРСТВО НЕБЕС Слово «небеса» использовалось, когда люди из благочестия хотели избежать употребления слова «бога». Смотри, глава 1, стих 20. И по сей день выражение на иврите «мальхут ашамаин», то есть «царство небес», используется в еврейской религиозной литературе вместо «божьего царства». Последнее выражение, часто употребляемое в Новом Завете, впервые встречается в главе 6, стихе 33, Евангелие Матитяо. В еврейском Новом Завете в кавычках «небеса» пишется с большой буквы, когда речь идет о Боге, «небеса» в кавычках с маленькой, когда говорится о небе или рае. В проповеди Йоханана, как и в проповеди Ешуа, глава 4, стих 17, необходимость в упокаянии вызвана близостью царства небес. Концепция «божьего царства» играет решающую роль в понимании Библии. «Божье царство» – это не место, не время, не состояние, при котором человечество признает правление Бога. Состояние, когда исполняются или начинают исполняться обещания Бога о восстановлении свободной от греха и смерти Вселенной. В отношении к Божьему царству вся история человечества может быть разделена на 4 периода. До прихода Ешуа, период его земной жизни, нынешний век – Олам-Азе, и будущий век – Олам-Аббал. Учение Нового Завета о Божьем Царстве на первый взгляд противоречиво. С одной стороны, царство приблизилось и настало. Настоящий стих, глава 4, стих 17, глава 12, стих 34, Евангелие Луки, глава 17, стих 21. С другой стороны, оно все еще должно прийти. 25, глава стих 1, Евангелие Йоханана, 18, глава 36, стих, Деяние апостола в 1, глава стихи 6 и 7. Теолог Джордж Ладд объясняет и разрешает это противоречие, назвав свою книгу о Божьем Царстве, будучи в настоящем. Сегодня Божье Царство приходит немедленно, истинно, но все же частично, ко всем, кто верит Ешуа и его доброй вести и посвящает себя святой жизни, которой требует царствования Бога. Можно привести в пример следующую ситуацию. В сердцах верующих царит покой, в то время как весь мир лишен покоя. Однако в будущем, когда подойдет к концу современная история, когда вернется Ешуа, Он утвердит свое Царство истинно и совершенно. Откровение, глава 19, стих 6. И тогда Бог исполнит все остальные пророчества о Царстве. Учение о Божьем Царстве – одно из самых глубоких духовных учений Библии, раскрываемое в Танахе и Новом Завете. Стих 3. Это о нем говорил Ешуау. Голос кричащего. В пустыне приготовьте путь Адуною. Выпрямите для него тропы. Мешуау, или книга пророка Исаия, глава 40, стих 3. Стих 3. Голос кричащего. Этими словами начинается вторая часть книги Ешуау и Исаии, глава Иссы 40 по 66, которая предлагает утешение Израилю и содержит множество упоминаний о Мессии. Кричащий – это Йоханан, духовно отождествляемый Иссы Ильягу или Ильей. Смотрите в Англии Марка, первая глава, стихи второй и третий. В эссе на дальнем переводе читаем «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу». Большинство других переводов, как и первые две версии ЕНЗ, утверждают, что кричащий находится в пустыне. Однако, изучив пунктуацию масорецкого текста Исаии, я пришел к выводу, что это неверное прочтение. Пунктуация показывает, что слова «в пустыне» объединены с фразой «приготовьте путь» и не относятся к словам «голос кричащий». Хотя расстановка знаков не может считаться богодухновенной, она все же указывает на то, как евреи читали и понимали текст в период до 8 века н.э. Примерно в это время были проставлены пунктуационные знаки. Если нет убедительных доказательств в пользу того, что текст надо читать по-другому, то лучшим решением было бы предположить, что такая расстановка знаков верна. Стих четвертый. Йоханан наносил одежду из верблюжьего волоса и припоясывался кожаным ремнем, питался саранчой и диким медом. Стих четвертый. Из верблюжьего волоса ткалась грубая одежда для бедных, которые не могли позволить себе шерстяные одежды. Если богатый человек носил расшитый пояс, то бедный – простой, кожаный. Таким образом, Йоханан, подобно многим пророкам до него, отождествлял себя с бедными людьми. Кроме того, кожаный пояс указывает на сходство с Ильягу, с Ильей. Смотри комментарий к стиху 3 этой главы и четвертый от царств, первая глава, восьмой стих. Саранча. Выкнигивает Ра, Левит, одиннадцатая глава стихи 21-22, упоминаются четыре вида саранчи, которые можно употреблять в пище. Трактат Хулин, глава третья, стих седьмой, внешнее дает определение кошерной саранчи, а Хулин 65а по 66а в Гамаре подробно рассматривает эти правила. Во времена Ешоа саранча была пищей для бедняков. Бедуины едят ее и по сей день. То же делали и еминские евреи, прежде чем их община была перевезена в Израиль в 1950 году в ходе операции «Ковер-самолет». Дикий мед. Это мед, собираемый дикими пчелами. Этот стих говорит нам о том, что Йоханан жил вне рамок экономической структуры страны, чтобы всецело посвятить себя исполнению своего пророческого призвания. Стих пятый. Люди выходили к нему из Ерушалайма, со всей Иуды и со всей окрестности Ярдена. Стих шестой. Исповедуя свои грехи, они принимали от него погружение в реке Ярден. Стих шестой. Исповедуя свои грехи. Греческое слово «эксомологео» означает «соглашаться», «признавать», «публично провозгласить», «исповедать». Буквально «сказать то же самое». Человек, исповедующий свои грехи, оценивает их с точки зрения Бога, признавая, что его поступки неправильны и провозглашает публично свое раскаяние, вину и решение измениться. На Йом-Кипур, в день искупления и в другие постные дни в синагогах читаются молитвы покаяния с лихот. Тем людям, которые, произнося эти молитвы, достигают состояния квана, внимания, посвящения, они помогают признать свои грехи и согласиться с мнением Бога о них. Смотри, Евангелие Йоханана, 1 глава, 9 стих, и Послание Якова, 5 глава, 16 стих. Грехи. Мы живем в эпоху, когда многие люди не знают, что такое грех. Грех – это нарушение тары. И Йоханана, 1 глава, 3 стих, 4. Преступление закона. Бог дал людям закон для того, чтобы помочь им вести такую жизнь, которая отвечала бы их собственным интересам и в то же время была бы святой и угождала Богу. В эпоху просвещения, 2 или 3 века назад, в западном мире стало распространяться учение о моральном релятивизме относительности. Под его влиянием люди утратили понятие греха и отказались от библейской истины. Новый взгляд на эту проблему утверждал, что грехов нет. Есть только недочеты, неудачи, ошибки или результаты влияния на человека, окружающей среды, наследственных или биологических факторов. Западная терминология, или судьбы, или кармы. Альтернативой стало признание греха, но только такого, каким его определяет культура, в которой живет человек. И поскольку культуры относительны, упраздняется сама идея греха как абсолютного преступления. Писание подробно рассматривает вопрос греха, объясняет, что такое наказание за грех, как мы можем избежать этого наказания и найти прощение наших грехов, как мы можем вести святую жизнь, свободную от власти греха, в гармонии с Богом и самими собой. Смотри книгу «Римлянам» и особенно «Римлянам», глава 5, стихи с 12 по 21. Стих седьмой «Когда же Йоханан увидел, что к нему приходят множество Парушин и Цедукин, чтобы принять погружение, он сказал им «Змеи, кто предостерег вас, что вы решили избегнуть грядущего наказания?» Стих седьмой «Парушин и Цедукин». Множественное число. Единственное число – Паруш, Цадок. Фарисеи и Садукии. В кавычках «две основные религиозные фракции во времена Ишуа». В 586 году до н.э. войска Вавилонской империи захватили Иудею и Иерусалим, разрушили первый храм, построенный царем Соломоном, и переселили верхушку общества в Вавилон. С разрушением храма прекратились жертвоприношения и не стало коганин – священников храма. В течение 70 лет вавилонского плена евреи пытались найти новые принципы организации своей общественной жизни. Они нашли их в Торе, или в кавычках «в законе». Смотри, пятая глава, стих 17. Как видно из восьмой главы Нигемии. Нигемии. Эзра, или Ездра, читал Тору собравшимся евреем. Первыми людьми, изучавшими и преподававшими Тору, были, скорее всего, потомки священнического рода. Сам Ездра был и когином, и сойфером – книжником. Однако позже, во времена второго храма, когда коганин возобновили жертвоприношения среди людей, которые не были левитами и не занимали никаких религиозных постов, возникло движение за то, чтобы Тора руководила повседневной жизнью простого населения. Эти люди бросили вызов власти коганин. Коганин и их сторонники в первом веке нашей эры были известны как Цедуким по имени Когена Гадоля, первосвященника, назначенного Соломоном Цадока. Его имя значит «правильный». Сравните 6 глава, первые четыре стиха и 13 глава, стих 17. В период правления Маковеев во II веке до н.э. тех, для кого Тора было важнее, нежели жертвоприношение, называли хасидим, кроме самого имени, означающего «благочестивые». Их ничего не объединяет с еврейскими общинами, которые следовали учению восточноевропейского учителя и мистика XVII века Баальшинтов. Преемниками хасидим стали пирушим, что означает «отделенные», так как они отделяли себя от всего мирского. Пирушим считали Словом Божьим не только Танах, но и устные предания, предававшиеся из века в век мудрецами и учителями устную туру. Таким образом была развита религиозная система, затрагивавшая все аспекты жизни. Во времена Ишуа цедукин, в отличие от Пирушим, были богаты, скептически настроены, любили мирские блага и были склонны сотрудничать с римскими властями. Тем не менее, разрушение второго храма в 70-м году н.э. положило конец цедукин, так как их главная обязанность служения в храме оказалась более ненужной и большая часть накопленных ими традиций была утеряна. Смотри деяния, глава 23, стих 6. Пирушим же и их преемники могли свободно развивать свое учение и сделали его общепринятым центром еврейской жизни. Со временем, в силу того, что еврейский народ находился в Россиянии и был отрезан от живого потока традиций, эти устные материалы были собраны и записаны в Мишне, 220-е годы н.э. под редакцией Иуды Анаси, или же Принца Иуды. Рассуждение раввинов о Мишне в течение следующих двух или трех веков на территории Израиля и в Вавилоне были собраны в Иерусалимскую и Вавилонскую гемары. Вместе с Мишной они составили и Иерусалимский, и Вавилонский талмуды. Вековые традиции христианской проповеди превратили русское слово фарисей в синоним понятий лицемер и упрямый законник. Посмотрим значение слова фарисейский в словаре Вебстера. Цитата. «Схожие с фарисеями в строгости доктрин, соблюдении форм и церемоний, неставляющие на показ свою набожность и нравственное поведение при отсутствии внутренней духовности, контролирующие жизнь и поведение других, формальный, ханжеский, самоправедный, лицемерный». Ишоа действительно сурово критиковал лицемерных учителей Торы и Перюшин за подобные черты характера. Смотри 23 главу Евангелия Материал. Христиане часто забывают, что эти слова были произнесены в семейном кругу. Евреи критикуют своих сродников евреев. Если просмотреть любую газету современных еврейских общин, можно заметить, что евреи и сейчас критикуют друг друга и готовы терпеть подобную критику. Кроме того, Ишоа осуждает своих собратьев не за то, что они фарисеи, а за то, что они лицемеры, а второе вовсе не вытекает из первого. Ишоа критикует не всех Перюшин, но тех из них, которые лицемерят. В то время как многие фарисеи не были искренни и уделяли слишком много внимания внешним проявлениям наобожности, другие были недалеко от Божьего Царства. Марка 12 глава стих 34. А некоторые вошли в него и стали последователями Ишоа, оставаясь при этом Перюшин. Деяние глава 15 стих 5. Шауль Павел сказал Санедрину, «Братья, я фарисей». Деяние 23 глава 6 стих. Поскольку у большинства людей невольно возникают негативные ассоциации со словом «фарисей». ЕНЗ использует еврейские слова «паруш» – единственное число, и «перушим» – множественное, а также заменяет «садукей» или «садукей» на «цадок» или «цдукин». Змеи. Йоханан понял, что эти фарисеи и садукеи были лицемерами. Нам неясно, были ли они просто любопытными, решившими принять участие в новой религиозной причуге, или же они были посланы из Иерусалима для того, чтобы наблюдать за деятельностью Йоханана. Евангелие Луки, глава 7 стихи с 28 по 32 предлагает нам первый вариант. Матитьягу, 21 глава, стихи с 23 по 27, второй вариант. В любом случае, религиозная верхушка не приняла служение Йоханана. Грядущее наказание буквально в будущий грядущий гнев. Здесь и во многих других местах Нового Завета речь идет о Божьем гневе. Подчеркивается, что за грехом обязательно, можно сказать, автоматически следует гнев Бога. Подобно тому, как согласно физическому закону притяжения, следствием прыжка с высокого здания будет физическая смерть, точно так же тех, кто упорствует в своих грехах, неминуемо ждет, согласно закону Бога о грехе, вечная духовная смерть в гневе Божьем. Стих 8 Если вы действительно оставили свои грехи и обратились к Богу, докажите это плодами своих дел. Стих 9 И не думайте утешать себя словами наш отец Авраам. Мессианский учитель Альфред Эдершейм писал, Думали ли они, исходя из общепринятых представлений того времени, что чаши гнева будут излиты только на язычников, в то время как они, будучи детьми Авраама, избегнут этого? Или словами Талмуда Ночь предназначена только для народов мира, а утро для Израиля? Ночь Исайя 21 глава 12 и фраза только для народов мира, а утро для Израиля Иеремия трактат Таанит 64а Ибо ни одно утверждение не устоялось так прочно в сознании людей, как то, что весь Израиль участвует в грядущем мире. Санедриан глава 10 стих 1 Это же цитируется в послании к римлянам глава 11 26 стих И это произойдет именно по той причине, что они потомки Авраама. Бог может из этих камней воздвигнуть сыновей Аврааму, подобно тому, как он воздвиг Исаака Ицхака с каменного жертвенника в символическом воскресении. Сравните с посланием к мессианским евреям 11 глава 19 стих. Фраза «сыновей из этих камней» на еврите игра слов, которую греческий текст не передает. Сыновья по-еврейски «банин», а камни пишется «абанин», произносится «аванин». Фразы, построенные на игре слов, широко распространены в еврейской речи. В Танахе есть много подобных примеров. Смотри 2 глава стих 23 Евангелие Матитьяу. «Уже готов топор ударить по корням деревьев. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, будет срублено и брошено в огонь». 11 стих «Да, я провожу погружение, чтобы вы отвернулись от грехов и обратились к Богу, но идущий за мной могущественнее меня. Я не достоин даже понести его сандалии, и он погрузит вас в руах окойдеш и в огонь». 11 стих «Он погрузит вас в руах окойдеш». Дух Святости, Дух Божий, Дух Святой. Это обещание, данное самим Ешуа. Евангелие Луки, глава 24, стих 49, Евангелие Йоханана, глава 15, стих 26, глава 16, стихи с 13 по 14, и Деяние, глава 1, стих 8. Исполнение этого обещания начинается в Деяниях, глава 2, стих 1 и дальше. 12, стих «В руках у него веяльная лопата, и он очистит гумно свое, зерно соберет в амбар, а солому сожжет неугасимым огнем». Стихи 11 и 12 «Огонь». Некоторые комментаторы полагают, что речь идет об очищающем огне, который истребит нечестивых из еврейского народа в исполнении Малахии. Третья глава, стихи с 19 по 21 или же глава 4, первые три стиха. И Псалма 1, стих 6 «Путь нечестивых погибнет». Смотри Откровение 20 глава 15 стих. Тот же Псалом сравнивает грешников с Соломой. Псалом 1, стих 4. Другие считают, что огонь символизирует жажду святости, горение сердец. 13 стих «Тогда пришел Ешуа из Галилла к Яродену, чтобы принять погружение у Йоханана». Стих 14 «Но Йоханан попытался удержать его. Ты ли приходишь ко мне, ведь это мне следовало бы принять погружение оттекла». Стих 15 «Ешуа ответил ему, пусть сейчас будет так, потому что мы должны исполнить все, чего требует праведность». Тогда Йоханан позволил ему». Стих 15 «Мы должны исполнить все, чего требует праведность». Самому Ешуа не было необходимости очищаться от своих грехов в погружении, так он был безгрешен. Послание к мессианским евреям, глава 4, стих 15 «Некоторые предполагают, что он полностью отождествлял себя с грешным человечеством, которое нуждалось в очищении». Смотри 2 глава 15 римлянам 8, 3, филиппийцам 2 глава 6, 7, 8 стихи. О том, чего требует Божья праведность, смотри в послании к римлянам 3 глава стихи с 24 по 26. Стих 16 «Как только Ешуа принял погружение, он вышел из воды, в этот момент небеса открылись, и он увидел Дух Божий, исходящий на него подобно голубю». Стих 17 «И голос с небес сказал «Это мой сын, любимый мной, я весьма доволен им». Стих 17 «Голос с небес или Бат Коль». Смотри Евангелие Йоханана 12 глава 28 стих и Деяние 9 глава стих 4. «Небеса» имеют здесь двойное значение. Первое значение небо, второе значение сам Бог. «Это сын мой, любимый мной». Хотя каждый человек в каком-то смысле Божий сын, Иешуа является сыном Бога в совершенно особом смысле. Он в кавычках «единственный или единородный сын». Евангелие Йоханана 1 глава 18 стих. Вспоминаются и два других стиха. В одном Адам назван Божьим сыном Евангелие Луки 3 23 и Псалом 2 стих 7 «Адунаис сказал мне, «Ты сын мой, сегодня я стал твоим отцом». Наряду с первым посланием Коринфаном глава 15 стих 45 где Иешуа назван последним Адамом и посланием кремлянам 5 глава с 12 по 21 стихи где Иешуа сравнивается с Адамом. Этот отрывок говорит нам о том, что при размышлении о Иешуа и его служении необходимо помнить об Адаме. Это особенно важно в последующих стихах где Иешуа подобно Адаму подвергается искушению противникам Сатанам. Смотри также стих 15 «Я весьма доволен им». Эти слова напоминают об Исаии 42 глава 1 стиха где речь идет о рабе в кавычках. Отрывок из Исаия 42 глава 1 4 стиха приводится ниже. 12 глава стихи с 18 по 21 смотри также глава 17 стих 5 Этот отрывок относят к народу Израиля или к Мессии и этот факт подтверждает вывод сделанный в стихе 15 2 главы о том что Мессия Иешуа символизирует весь еврейский народ.